Наше учреждение, хотя и небольшое, мы обслуживаем 14 669 человек, это наш район. Но если взять еще закрепленные районы, это 4. Будокошелево, Корма и Ветка, то численность достигает 60 тысяч. Так это тоже зона ответственности в Чечерске? Да. У нас на нашей базе создано 3 межрайонных отделения. Создан в этом году открыт кабинет компьютерной томографии. Мы закрыли на себя, замкнули эти 4 района. Очень нам помогло это в плане и ковида, сразу же поставить диагноз. Естественно, вся верификация патологии, начиная с онкологии, инсульта, всех остальных, то есть очень оперативно, травматология. Отделение программного гемодиализа, то есть люди с хронической болезнью почек, в которых они не работают по терминным причинам, к нам доставляются тоже с этих 4 регионов. Ну и, конечно, для нашего района очень важно это развиться малоинвазивной хирургии. Очень большое подспорье, это, конечно, информатизация. У нас, начиная с ФАПа, заканчивая центральной районной больницей, все компьютеризировано, связано в одну сеть. То есть пациент, который приезжает в ЦРБ, допустим, на операцию, либо какая-то плановая у него лечение проходит, то есть ФАП фельдшер видит в режиме реального времени анализы, УЗИ, то есть не нужно, ничего не теряется. С ФАПа может человек направлен на телемедицинскую консультацию в Гомель, в Минск у нас направляются пациенты. То есть не пациенты, а его пакет документов. В целом система выстроена, начиная с ФАПа, амбулатория, наша больница с тремя межрайонными отделениями, дальше областной уровень, где получает, у нас почти 5000 человек получило на областном уровне помощь, на республиканском уровне почти 1200 человек. Ну и, конечно же, мобильная медицина и, конечно, телемедицинская консультированная, 408 консультаций только за прошлый год. Ну это самый высокий показатель в расчете на 10 тысяч населения в области у нас активно. И, конечно, к нам приезжают консультанты из областной больницы, другие специалисты, которые консультируют пациентов, здесь уже на месте. Ну в Гомельской области везде система такая создана? Везде. И база такая же, как вот здесь? Нет, нет базы, конечно. То есть это то, к чему надо подтянуть остальные... Конечно, конечно. Кармаз здесь рядом надо делать, надо однозначно. И жидко еще, пожалуй. В принципе, по всем таким областным больницам чуть-чуть, где-то, так сказать, точечно. Таких, провальных элементов нет. Какие проблемы с лекарствами сейчас? Ну, вообще никаких. В твоем регионе в этом? Мы всем обеспечены. Почти 80% это белорусские. Вот не столкнулись мы ни с кем проблемами. По технике, может, чего-то не хватает, расходники? Нет, Александр Иванович, все есть, все расходные материалы у нас поступают на регулярной основе. Нам вообще грех жаловаться. Здесь проводятся у нас все абсолютно виды физиотерапевтических процедур. Почти 20 тысяч в прошлом, только вот дальше. Лаборатория, в принципе, выполняем тоже все, включая серологические исследования и ФА на гепатит, и на сиферис. То есть, в принципе, в область мы направляем. Ваша заведующая, Добрый Николаевна. Добрый день. Добрый день. Добрый день. И сколько вы уже во времени получаете такие процедуры? Два, не мажь. Нету, да? Да. А у тебя сколько? 16 лет. Что же? 16 лет. 16 лет. Сколько раз в неделю у тебя получается? Три раза. Три раза? Да. Ну, у нас самый длительный пациент на диализе 25 лет есть. 25 лет. Так а что у них пересаживали? Ну, в первоначале ранее было недоступно, он из 2005 года. И сейчас, когда возникла медицинская транспорта, то проблем у нас не возникает. Пациенту направляем. Но уже по состоянию, ему просто лучше находиться на диализе, чем пересадиться. Риск большой. Риск очень большой. А, конечно, весь Кач тоже не страдает. Но, в принципе, на хорошем введении. Ну, и удобство в том, что вот ему ездят. Ну, они привыкли, они, в принципе, даже не отказываются от вас езжать. Воздоравливайте, оживите. Тебе еще три раза постольки, сколько болеешь. Похею. 8 января этого года. Здравствуйте. Ну, видно, что у нас в компьютерной томографии работает. Они все веселые, радостные. У них техника. Освоили, умеете с ним работать, да? Стараемся, умеем. У нас здесь был раньше рентген-кабинет, старый, пленочный. Нам очень мало бы не понадобилось денег за то, чтобы нам засовывали. То есть, ничего не пришлось рушить, какие-то баснословные суммы вкладывались. Больше стало лапароскопических операций и гинекология, и хирургия. Сейчас нам подключают к Армянскому району и надеемся, что управление поддержит, еще на пациенте будет. То есть, мы готовы на себя забрать, потому что эти пациенты в Гомель едут, там все-таки на плановые, допустим, лапароскопический холецистит удалить. Там их очередности есть на сегодняшний день. Не большая, но есть. Мы готовы принимать пациентов. Короче, ты профессор лапароскопа. Люблю. Любишь. Делают много хирургов такие операции, а хорошо делают единицы. Ни одного сражения, Александр Ильич, за три года, ни одной лапароскопии не было. Вот, пожалуйста, декадры растут. Да. Молодец. Спасибо. Здравствуйте. Добро пожаловать. Мы вас ждали. И очень рады видеть. Это наше идиатрическое отделение. Оно маленькое, но оно очень уютное. Оно рассчитано всего лишь на 10 коек. Но мы стараемся лечить всех, кто в этом нуждается. Короче, вы лечите здесь деток? Да. Разных возрастов. От 0 до 18. Ну, раз коек немного, значит, будем надеяться, что и мольные детей нет. Ну, я считаю, что прежде всего мы делаем упор все-таки на профилактику. Поэтому легче заболевание предотвратить, чем его потом лечить долго и упорно. Понятно. Поэтому стараемся, чтобы хроника у нас было мало. Значит, они и здесь победили болезнь. Ну, давай, веди куда. Мы профессионалы, думаю. Молодцы. Это палата матери и ребенка. Полу-болг. Ой, он какой-то молодец. Он любит фотографироваться. Матрид, видишь, какой он наш? Наверное, будет он у нас модельный. Ага, согласен. Конечно, согласен, скажи, кто против. Ну, поздоровайся, покажи всем привет. Ну, поздоровайся. Давай вот так поздоровайся. Дай ему пошупость. Как звезда, как звезда. Ну, заказусь, ну, потрогай. Какая мака видала, как круто. Красивая, да? Круто, да. Супер. Видишь, как... Ну, ты еще маленький не удерживаешь, он тяжелый. Это только этот здоровый дядя может держать его, да? Да. Да? Да. Да, лучше что-то отдай. Да, лучше на тебе вот трактор. Вот твой любимый. Трактор. Не хочешь трактор? На, вот, смотри, смотри, что я тебе. Скажи, какая прелесть. Спасибо большое, большое. Не, обязательно должен попробовать вот этот шоколад. Шоколад. Вот, вот шоколад точно. Ура! А вот он уже по хозяйски пришел. Спасибо большое. Здравия, Людмила. Спасибо вам большое. Вот. Скажи, какая прелесть. Скажи, какая прелесть. Снявка, смотри. Такое маленькое, Слёна, такое маленькое. Видишь, красота дыхает, да? Тотик и подозрила. Зайка, зайка, зайка. Берем. Это уже, наверное, выздоровели, да? Или еще болели? В процессе. В процессе, да? И что вы там пишете? Кому вы письма пишете? А? Рисуем. Рисуете? Ну, что ж ты там рисуешь? Ты какой-то математику уже. Деньги, наверное, считаешь, да? Нет. Нет? Ну, все в школе учите. Да. Я же в подготовке. Слушай, это ты так рисуешь красиво. Да? Молодец. Вот вам подарки ваши. Сладкое любите? Да. Все. Значит, вот вам сладкое. Смотрите, если врач разрешит, то употребляйтесь. По чуть-чуть. По чуть-чуть? Да, да, да. Здоровья вам. Спасибо. Не болеете больше. Спортом занимаетесь, не будете болеть. Да, все. Гимнастику каждое утро делаем. Да, все. Можно я скажу одно пожелание? Критиковать сейчас будешь, да? Не, 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 что вы? Всегда же говорят, что самое главное – здоровье. Его не купишь же за какие деньги. Поэтому я хочу вам пожелать от всего сердца, чтобы вы берегли себя всегда и были всегда здоровы. Ну, а если президент здоровый, бодрый, веселый, то, естественно, и мы будем стараться равняться. Формула точно. Спасибо. Спасибо. Боя вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...